есть ли жизнь на марсе а если жизнь в аргентине за пределами буэнос-айреса конечно есть и именно на эту тему я хотела бы сегодня с вами немножко порассуждать находясь на территории патагонии как видите у меня за спиной я сейчас нахожусь в очень красивом аутентичном городке который называется виза ланга стура это такой швейцарский городок высоко в горах на берегу озера в двух часах примерно езды от барелочи и в моем путешествие по подагоне я нахожусь уже практически две недели и естественно я смотрю на это место не только в плане туризма да и возможности туризма которых здесь просто невероятное количество а в этом регионе в патагонии патагония потому что примерно половина территории аргентины но также и те места которые я посещаю я на них смотрю с точки зрения а как здесь жить да потому что известно что заселение патагонии это одна из главных проблем с населением с демографией на территории аргентины потому что треть населения аргентины она проживает в буэнос-айресе и в его окрестностах да в так называемом гран-буэнос-айресе треть населения страны проживает в аргентине это невероятно и поэтому большая часть аргентины она очень слабо заселенная поскольку остальные крупные города города-миллионники они на запад или на север от города буэнос-айреса такие города как росарио недалеко от буэнос-айреса кордова который тоже имеет миллион населения а дальше на север крупный город токуман где меньше миллиона но там тоже по моим 700 тысяч населения поживает так далее вот там расположена рассредоточена все основное население аргентины поэтому правительство аргентины всячески старается способствовать тому чтобы заселялись другие территории а южные территории аргентины прежде всего речь идет о патагоне потому что весь юг аргентины этом патагоне и вот что я увидела о чем я думала во время моего этого путешествия которое еще продолжается естественно еще другие мысли будут но их я уже буду осознавать и делиться с вами когда приеду когда вернусь в буэнос-айрес когда вернусь домой а то о чем я могу уже сейчас говорить из крупных городов я посетила два города да то есть не так уж и много потому что патагония огромная первую неделю своего путешествия я находилась в городе пуэрто-мадрин который находится на берегу океана и а свои экскурсии совершала из этого города и также смотрела на сам город в который я очень влюбилась потрясающий городок для тех кто не любит а вот эту суету мегаполисов городок небольшой там проживает по моему 120 тысяч населения имеет пляжную зону 5 километровый пляж город достаточно современный поскольку он развился за последние 50 лет до еще 50 лет назад там проживало порядка всего 5 тысяч населения а сейчас 120 тысяч то есть вот эти 50 лет он уже рос современных условиях поэтому улицы в городе пуэрто-мадрин очень широкие тротуары очень широкие удобные все первые этажи если говорить о зоне прилегающей к пляжу это сплошная коммерция основном это бары и рестораны которые кстати намного вкуснее чем в бенос-айресе на пляже очень много черенгита да кто не в курсе черенгита это кафешки которые находятся непосредственно на пляже на песке и вот ты сидишь в таком черенгита и любуешься океаном вплоть до того что некоторые черенгита во время прилива вода вообще практически подходит и может даже если они не сделают бордюрчик из песка я наблюдала как раз строительство такого бордюрчик а они его поднимают чтобы вода не зашла в это черенгита я еще так удивлялась когда елена мне говорит зачем делает этот бордюрчик из песка чтобы вода не зашла я думаю ну нафиг я десять лет в испании прожила на берегу океана у нас такой бордюрчик когда начнет вода подниматься он и пяти минут не простоит его тут же смоет но потом я убедилась до сила прилива сила волны в атлантическом океане возле вот берегов патагонии она не такая мощная как и на севере испании но известно до север испании это бискайский залив а бискайский залив вообще одно из самых опасных для мореплавателей для мореплавателей место вообще в мировом океане вот поэтому океан здесь более спокойный хороший пляж плюс это борта мандрин он находится в бухте а вот но понятно что не пляжем единым и не барами едиными жив человек и поэтому в порта мандрин развивает промышленность у меня спрашивали ну что там за промышленность люди вот пишут там мы были сто раз не там никакой промышленность нет промышленность кстати вот в порта мандрин как и в остальных городах патагоне она развита и это специальные правительственные программы которые заботятся о том чтобы люди приезжали жить в эти районы а для жизни что прежде всего надо кроме крыши над головой конечно же работа да то где люди будут зарабатывать деньги поэтому строится производство и вот а в городе пуэрто мандрин находится самый крупный завод по производству алюминия на территории аргентины а возможные все южной америки этот завод он состоит как бы из двух предприятий и вот на вот этих двух предприятий которые дружественные между собой которые занимаются выплавкой алюминия и производством алюминиевая проката на нем работает 5000 человек да то есть вот это вот этот завод в городке 120 тысяч расселения он дает 5000 рабочих мест и я разговаривала с людьми которые работают на этом заводе и говорят если соблюдать трудовую дисциплину не бухать не прогуливать не принимать наркотики то можно вот проработать на этом заводе всю жизнь и без проблем да там вас никто не уволит и так далее и как бы ну и разговаривала с людьми которые много много лет там работают на этом заводе кроме того в городе пуэрто-мадрин есть завод по замораживанию рыбы до пуэрто-мадрин это порт поэтому а в этот порт это рыболовецкий порт помимо пассажирского да туда приходит 46 туристических круизников каждый сезон это еще и рыболовецкий порт и и в основном они ловят лангостинов до креветок крупных лангостинов и мерлусу и их замораживает и рассылает по всему миру это экспортный продукт да помимо того что снабжает непосредственно аргентину все-таки большая часть продукции уходит на экспорт кроме того поскольку сам порта-мадрин это крупный стру крупный разрастающийся города который быстро растет ранее так сказать то естественно в нем развита строительная промышленность ну а соответственно что нужно для промышленности строительные нужны стройматериалы поэтому есть заводы по производству стройматериалов очень много школ вот вечером когда мы с еленой катались и видели как детей собирают из школ их очень очень много а детки все веселые красивые много школ с альтернативными программами в одном из видео первое видео которое делала из порта-мадрин я там под одной школа как раз стояла до маленькую подводочку делала и пока вот я там это снимала меня уже в эту школу хотели записать уже там и детей детсадовского возраста записывает и по моему родители школа с агроуклоном и вот таких альтернативных школ там очень много поэтому для тех кто ищет небольшой спокойный город на берегу океана пуэрта-мадрин я бы очень рекомендовала также для тех кто приезжает в аргентину поисках работы в том числе да я вот уже перечислила какие производства есть на территории этого городка поэтому если вы ищете работу в том числе вот на фабриках на заводах работу неквалифицированную там вы ее тоже можете найти в плане того как жить в маленьком городке но здесь конечно же выбирает сам да я тоже не люблю большие города я вот даже в бой нас айресе только первые полгода прожила непосредственно в самом городе а потом уехала в пригород потому что я люблю такой образ жизни более тихий уединенный рядом вот там у меня бой нас айрес дан надо смоталась и там в городе в театре где вы там хотите порта-мадрин конечно он далеко находится от буэнос-айреса и если вы любите постоянные тусовки если вам необходимо что вас окружал там два-три миллиона человек которые вас будут так окружать постоянной как-то вас развлекать то скорее всего да это не для вас так же как и любой другой а город на территории патагонии потому что они все здесь примерно вот таких вот размеров если же вам такие тусовки не нужны если вам нужна более размеренная жизнь то это прекрасный город для жизни с очень хорошим климатом климат мне немножко напомнил наш краснодарский климат потому что и параллель примерно одинаковая до краснодар 45 параллель потом в испании жила сандандер 43 параллель северная широта порта-мадрин 43 параллель южной широты поэтому достаточно мягкие зимы без минусовых температур они случаются но очень редко минусовые теплое лето порядка 30 градусов вот такой вот умеренные очень мягкий приятный климат очень красивый город так что очень рекомендую для тех кто ищет тихие места кто возможно работает на удаленке хочет жить на берегу океана и мне нужен большой город а с тусовками клубами и наркотой и так далее порта мадрин а для этого подходит а кроме того в этом путешествии я вот уже сколько мы почти неделю до нахожусь на территории барелочи потрясающий город я уже у себя в соцсетях писала да вот я раньше не понимала откуда вот этот вот щенячий восторг от барелочи я вообще не люблю города от которых тащатся все я всегда стараюсь найти что-то особенное но горы думаю господи я и в россии жила на кавказе я в испании жила на перенеях чем меня горы могут удивить тем более у меня было замечательное путешествие по северу аргентины вот там именно горы совершенно другие да это горы практически без зелени это кактусы пустынные территории красные зеленые фиолетовые сиреневые почвы я была в таком восторге вот это даже выше чем щенячий восторг когда я путешествовала по северу испанию там конечно в тех регионах с экономикой намного сложнее в отличие от патагонии и я же все думала ну почему что ж так и нравится людям в этом барелочи горнолыжные курорты ну господи этих горнолыжных курортов по всему миру да и кроме того барелочи это же один из самых дорогих городов аргентины жить здесь намного дороже чем в буэнос-айресе поэтому я решила проверить что же это за город и когда я приехала в барелочи у меня вот открылись глаза и закрывать их невозможно это невероятно красивый город где в какую сторону не посмотри повсюду вы видите какие-то открыточные виды город находится горах да на высоте почти тысячу метров над уровнем моря со всех сторон его окружают горные вершины поэтому там горнолыжный курорт я вот только далека видела к самим этим спуском не подъезжала потому что а сейчас еще вот только первые дни осени снег правда выпал в горах но такой вот снег прозрачный там один сантиметр не больше что еще мне поразило в барелочи но это город которых находится так вот узкой полосой протянут по берегу высокогорного озера огромнейшего озера которое тянется на протяжении 170 километров и это город он молодой города он основан был практически в начале двадцатого века когда в эту зону прибыли эмигранты из германии из швейцарии из австрии то есть немецкоговорящими людьми и они строил и строили этот город на свой вкус по своим архитектурным традициям очень много используется дерево в архитектуре очень много жилья с видом именно на озеро на воду и когда идешь по улочкам барелочи ты даже на запах ощущаешь что здесь дома построены из дерева потому что вот этот запах дерева он тебя окружает и этот запах вообще в барелочи невероятного именно чистого воздуха после буэнос-айреса это шокирует шокирует в хорошем смысле слова если вы помните я неоднократно рассказывала что когда я приехала в бэнос-айрес я первый месяц вообще дышать не могла я училась дышать по новой а для меня в бонес-айресе был очень трудный воздух пока вот я не переехала в пригород где чистый уже воздух да где и влажность чуть повыше мы потому что я люблю что воздух был влажный вот то что мне было трудно в буэнос-айресе первый месяц когда я приехала в августе зима засушливый сезон и в принципе аргентина до переживает засуху второй год уже и влажность воздуха было 30 процентов поэтому после 80 после 90 процентов на севере испании для меня это было очень тяжело ну и плюс естественно загазованность да потому что город многомиллионный тут трудно сказать сколько людей потому что а давай о чем говорить о тех кто проживает на территории бэнос-айреса 3 миллиона или о тех кто еще и приезжает в бэнос-айрес ежедневно на работу до гран-буэнос-айрес это 15 миллионов поэтому тут сложно сказать какое количество людей загрязняет ежедневно воздух на территории бэнос-айреса это в принципе это нормально для любого мегаполиса да когда вы подъезжаете например в той же испании к мадриду с любой стороны северо-запада юга или востока вы всегда видите шапку смога над мадридом да поэтому я не хочу как-то обесценит в этом плане буэнос-айрес это характерно абсолютно для каждого мегаполиса и люди которые выбирают жизнь в мегаполисе они это должны принимать любите как бы мегаполиса вы должны любить и последствия неизбежные последствия жизни в мегаполисе и этим не нравятся маленькие города конечно же за свою экологичность потому что в них воздух всегда чище что же касается экономики но конечно же экономика барелочи она прежде всего основана на туризме поскольку в барелочи приезжает очень много туристов из самого буэнос-айреса из других концов аргентины в барелочи приезжает очень много туристов со всех стран южной америки латинской америки очень много чилийцев поскольку находится практически на границе с чили и это хотят для аргентинцев дорогой город для чилийцев он более дешевый чем отдыхать где-либо в чили много из соединенных штатов я за это время видела очень много европейских туристов из англии из франции из италии из германии так далее то есть приезжает со всех концов мира поэтому отельный бизнес очень развит коммерция подходила я вдоль магазинчиков по городу барелочи и бросается в глаза а более высокий уровень товаров которые предлагаются в этом городе да то есть товары более дорогие более качественные ну как я уже и город сам по себе он более дорогой до жить в нем дороже аренда дорогая в ресторанах дороже чем в буэнос-айресе но в барелочи кухня мне понравилась намного больше чем в буэнос-айресе если честно в буэнос-айресе для меня человека избалованного десятилетним гастрономическим туризмом на севере испании очень сложно найти в буэнос-айресе хороший ресторан где их там понаходила но очень мало на мой вкус есть люди которым нравится абсолютно все а ну вот я галобалованная а вот в барелочи я куда бы не заходила это кстати касается и пуэрто мадрин да мне тоже гастрономия очень понравилось очень много в пуэрто мадрин рыбных мест поскольку это портовый город и там свои морепродукты их умеют готовить конечно же не тот уровень как в испании но это все равно очень очень вкусно свежая вкусная рыба а то что очень важно да барелочи я тоже уже и побывала и в рыбном месте вчера я ела форель наверное это была форель такая вот которая крупная которая похожа на сальмон очень вкусная сочная видно что свежая не замороженная была в ресторанах и в немецком ресторане и в ресторане фондю и так далее и везде везде мне все все очень нравилось нравилось и обслуживание и сама кухня и свежесть продуктов и как это приготовлено в этом плане тоже мне очень это все понравилось чем заниматься в том же например барелочи а помимо туризма но туризм ведь это не только тургиды да это не только отели это вот коммерция очень много коммерции идешь и все первые этажи это сплошные магазинчики с хорошими товарами если производство в барелочи да есть есть производство где выпускают космические спутники земли есть такая такая фабрика и и проезжала потом есть фабрика честно не запомнила как она называется что она там делать но это что-то связано с атомной промышленностью то ли там обучают людей работать с атомными реакторами то ли там их что-то производят но это есть то есть это не только чистый туризм и не только сельское хозяйство какое-то там может быть да поскольку много людей кстати это вот еще одна идея вам для бизнеса если кто-то кому-то интересно с этим я встретилась и на территории города борта мадрен его окрестностях это я видела по дороге в барелочи городки которые мы проезжали а потому что с автобуса все равно видно основная тема которую я смогла заметить это я вижу барелочи сейчас вот я нахожусь на территории городка визиада визиала от гастур это тоже вижу здесь в сельском хозяйстве очень много занимаются выращиванием ягод наших традиционных российских ягод потому что я сказала да здесь в основном выходцы из германии там это видать тоже характерно выращивает малины очень много выращивают смородину за которой я так соскучилась до в испании и вообще нет клубнику землянику выращивают бузину даже бузину выращивать до из всего из этого делают мармелады делают ликеры и все это продают вот пожалуйста было бы желание а как себя применить всегда можно найти а в городок вилла-де-вилла-лангастур я только зашла еще только-только начинаю гулять но уже то что я увидела при въезде это тоже огромнейшее количество коммерции направленной на туризм очень много шоколады рейда барелочи вообще как бы это столица аргентины по производству шоколада и шоколадные магазинчики на каждом квартале их там штук по 10 самом барелочи вот сейчас я зашла на территорию вилла-лангастура и тоже очень много шоколады рей которые я увидела пары немецком стиле в швейцарском стиле все очень красиво здесь тоже люди живут туризмом наверняка есть какие-то производства потому что еще раз повторюсь что правительственные программы аргентины о про и по открытию различных фабрик так далее они все направлены сюда на юг аргентины в патагонию намного вот южнее пуэрто-мадрин есть городок риводавиа де коммодора если я правильно произношу они наоборот коммодора де риводавиа извиняюсь перед жителями этого города там не было поэтому я если где-то не было не могу сразу запомнили там нефтеперерабатывающий комбинат есть то есть если вы хотите найти работу и вы не хотите жить в таком крупном городе как буэнос-айрес то отправляйтесь в патагонию здесь кстати очень много русских тех как то у которых еще родители ли у которых еще бабушки дедушки прибыли а в миграцию в начале двадцатого века после второй мировой войны можно встретить у него тоже ехала в автобусе встретила женщину который прадед в 1900 году из россии переехал из украины на территорию аргентины интереснейший район то есть аргентинцы они вообще очень общительные да то есть обрести здесь друзей не сложно а уж тем более найти тех кто из вот этих первых волны миграции до их детей внуков они с удовольствием с вами будут знакомиться потому что им хочется общаться с носителями русской культуры что еще здесь интересного для жизни в патагоне ну конечно же климат здесь нет такого изнуряющего жаркого лета как в буэнос-айресе поэтому если вы любите немножко попрохладнее то патагония для вас но нужно понимать что здесь настоящая зима да вот сейчас я снимаю сегодня и не помню какое число если честно по моему сегодня 31 марта и как видите я я в двух свитерах на самом деле и в куртке такой в демисезонной ну а в пуховой куртке сегодня слава богу нет ветра первые дни пока я здесь была в баре лучше был очень сильный ветер поэтому было холодно но холодно было из-за ветра ветер дождь иногда был но я сейчас ехала немножко в другую сторону более на юг по моему а там где меньше осадков выпал дает и здесь сегодня нет ветра поэтому прекрасная погода я даже думаю что немножко лишнего дела но это я все к чему а если вы не любите жару а любите более умеренный климат и любите настоящую осень зиму патагония для вас если же вы любите теплый жаркий климат тот который вы встретили в буэнос-айресе то возможно что в патагонии вам будет сложно и тогда вам лучше рассматривать до буэнос-айрес может быть города которые а севернее да ближе к экватору там теплее патагония это все-таки а четырех временах года здесь есть осень здесь настоящая весна и здесь есть зима выпадает ли тут снег в горах да если мы говорим о портом а порта мадрин ой кстати я забыла там спросить по моему иногда бывает снег в барелочи тоже бывает но очень редко в самом городе очень редко снег все-таки выпадает на вершинах гор еще что мне здесь вот в барелочи понравилось помимо неземной красоты а вот именно климат из-за того что здесь много осадков я люблю дождь я люблю грозу я вчера вечером гуляла по дождю и без зонта просто капюшончик одела мне очень нравилось по главная улица очень много порталов таких как бы как навесов да а на домиками и вы свободно в любую погоду можете гулять по главной улице и не дождь не ветер вам мешать не будет ну вот в принципе все у меня наверное на сегодня то что я хотела рассказать на тему а как же это жить за пределами буэнос-айреса в аргентине да прекрасно жить есть множество прекрасных городов поэтому если вы уже в аргентине садитесь на самолет садитесь в автобус и езжайте и познавайте эту невероятно красивую разностороннюю страну это что вы увидите в патагонии это совершенно не то что вы привыкли читать об аргентине или вообще о южной америке да я вообще вот путешествие здесь путешествие по югу аргентины туда же язык у вас не повернется сказать о том что аргентина это развивающаяся страна как очень часто мне любят писать в комментариях вот нужно совсем быть безмозглой чтобы из испании отправиться жить в аргентину вообще в южную америку ну по мне нужно быть безмозглым чтобы писать такие комментарии потому что если вы не были в аргентине то пожалуйста не надо ничего писать об этой стране только исходя из того что вам показали по зомбоящих потому что зомбоящих он на той зомбоящих чтобы вас а программировать так как нужно всевышним мира сего аргентина на самом деле развитая страна здесь есть промышленность есть индустрия да конечно же основная часть экономики это сельское хозяйство тоже продукция да и сельское хозяйство это же не только пасти животных это и переработка продуктов хотя если вы хотите в сельском хозяйстве работать если вы с детства мечтали иметь даже маленькую свою фермочку пожалуйста приезжайте земли в патагонии хватит на всех если вы хотите здесь пустить свои корни если вы хотите иметь здесь свой домик с родиком или с фермой на которой будете выращивать животных для собственного потребления для продажи атом консервы из нее тушеночки производят маринованные консервы из мяса то есть поле для импровизации для вашего бизнеса здесь огромный и конечно же в аргентине открыть свой бизнес намного проще чем в европе потому что я уже об этом не раз говорила и вы все это читаете в комментариях остальными моими видео потому что сейчас меня аргентинцы уже смотрят больше чем русскоговорящие они все очень рады новой волне русской эмиграции но тем русским которые приезжают здесь строить свою жизнь развивать свой бизнес пусть даже очень очень маленький пусть очень семейный бизнес где будете работать только вы и ваша семья ли вообще вы один или средний бизнес да будете там нанимать кого-то на работу но на самом деле здесь огромное поле для деятельности кстати для себя я здесь тоже уже присмотрела чем бы я хотела заниматься когда выйду на пенсию я приеду в барелочи и я знаю чем я тут буду заниматься так что желаю и вам также найти свое место на этой огромной планете земля найти свое место на этом на карте огромнейшей страны аргентина которая восьмая по площади в мире найти чем здесь заниматься и чтобы самое главное это было вам ваше удовольствие одной рукой когда держу селфи палку уже она у меня от напряжение немножко трясется поэтому может экран трястись а вот двумя руками когда держу все нормально короче я пошла дальше гулять по этому замечательному городу который называется видео лангус тура он мне уже с первых шагов очень понравился так что ждите новые интересные видео о патагоне на моем youtube канале и самое главное не забывайте вон там внизу подписаться нажать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео оставляйте лайки это продвигает мой канал вам это ничего не стоит а мне приятно и конечно же жду ваших комментариев жду ваших рекомендаций какие городки мне еще посмотреть на территории аргентины и рассказать вам о них мое мнение всем пока пока с вами была ваша елена вивас из аргентины а в данном случае из патагонии